Ну что, мы начинаем традиционные ответы на вопросы, постараемся ничего не резать. Я объясняю, почему я не пущу никогда в жизни то, что мы уже отвечали в прошлый раз. Потому что мы наотвечали, записал, но настроение было никакое по определенным причинам. И вот что там было, к примеру. А куда же опломб твой делся, собака бешеная? Да, они постоянно его мычат. Они только и умеют, что мычают. Да пошли вы в задницу, придурки! Никогда в жизни... Ну согласитесь, такого пускать нельзя, потому что нельзя, мы же цивилизованные люди. Поэтому мы отвечаем на вопросы. Сейчас по новой, но поверьте мне, никакой подготовки не было. Я уже забыл, что я тогда отвечал. Давайте, погнали. Первый вопрос от администратора группы твоей ВКонтакте. Доброго здравия, Анатолий. Почему вас больше не выводят на Вести ФМ у Соловьева? Помню, вас выводили в прошлом году один раз, было очень интересно. Даже голосование было в прямом эфире, и слушатели одингласно поддержали регулярный вывод вас в эфир. Но с тех пор тишина. Спасибо. Мне абсолютно не проблема выйти к Соловьеву, и это вообще не проблема. То есть, если пригласят, то я выйду. Если не пригласят, то я не выйду. Я от многих приглашений отказываюсь, потому что у меня элементарно или нет времени, или нет настроения, или нет желания комментировать те или иные темы. Потому что сейчас такое сложное, сложное время, что любая тема может быть истолкована вот так вот, или вот этак. Какой у вас автомобиль? У меня несколько автомобилей. Есть ли еще журналисты, которым бы вы доверяли как себе самому, которых можно смотреть, не боясь быть обманутым? Нет, нет таких журналистов. Для меня, к сожалению, нет. У меня есть много людей, которых я однозначно уважаю, которых я люблю и все такое, прочее. Я считаю профессионалами, однако же, я не могу ни за кого расписываться. В этом же заключается и проблема, потому что мне когда говорят, там, команда, еще какая-то команда, за себя я могу ответить. Я могу ответить за свой косяк, точно так же, как могу ответить за любое, там, брошенное в мой адрес, там, какое-то, там, обвинение, еще что-то. Да, я за себя отвечаю и так же я отвечаю за то, что я сам не косякну. То есть, вот, допустим, там, несколько минут назад, там, несколько, там, полчаса назад у меня появилась информация о взрыве в одном городе. Я проверил по трем источникам. Ну, таки, да, я опубликовал, но вот пока что я не вижу в СМИ никакой информации. То есть, если я косякну, я скажу, ребята, извините, однако же, ну, не должен, по идее, потому что все вроде подтверждается. Когда у тебя работает команда, даже если команда работает, ну, вот сейчас вот работает, там, команда, допустим, там, на сайте, я вам могу сказать, кто-то ставит фейк, да, один раз было, допустим, просто перепечатал человек, допустим, да, и он увольняется, вот. А вдруг кто-то что-то косякнет, я где-то не увижу, в общем, нет таких людей. Ну, они есть, конечно, я не могу ни за кого отвечать. Ну, тут в этом вопросе, будет ли ваша команда расширяться? Нет, моя команда пока что расширяться не будет, у меня, у меня, у меня есть огромное желание, на самом деле, огромное желание, однако же, у меня не хватает, по всей видимости, должного количества финансов для этого. Почему? Не потому, что у меня там какие-то проблемы с финансами, нет. Просто для того, что я хочу сделать, нужно реально очень много, очень много денег, и при этом эти деньги должны быть получены так, чтобы ты ни от кого не зависел, то есть никому уже не был должен. Вот, поэтому, я думаю, цены на часе, я кто скажет, по-украински. Вот, и просто уже хобби, понимаете, хобби занимает уже все время, а это уже превращается немножко в работу. Когда это превращается немножко в работу, это уже начинает напрягать, потому что я не любитель, знаете, не любитель не то, что не любитель работать, я не любитель каждый день, скажем так, ходить в офис, или там на работу, к примеру. Я не хожу никуда в офис, давным-давно, и слава богу, у меня такого никогда не было. Да, там, может, пару месяцев в своей жизни я так ходил на работу. Но это не мое, поэтому расширять команду, там, какие-то там телеканалы, говорят, еще что. Это все очень круто, это все очень классно, но пока что не время. В какой стране Европы самые красивые девушки? Вы же во многих и подолгу были в странах ЕС. Вообще очень сложно ответить на этот вопрос, я не знаю. Дело в том, что некоторые страны Европы смотришь, и, вау, самые красивые девушки, а потом оказывается, что это все они не из той страны, знаете. Да? Не знаю. Так, кофе с молоком или без? Следующий вопрос. Ну, я знаю, какой ответ все равно. Какой ответ? С молоком. С молоком. Я вообще с удовольствием бы выпил кофе с молоком, кстати. Я тоже. С удовольствием. Вы знакомы с Грэмом Филлипсом лично в жизни? Лично не знаком, прекрасный парень, со своими, как бы, там, движухами, как и все мои, вот. Но лично не знаком, заочно мы очень прекрасно знакомы. Так. Как заморозить сайт Миротворец. Понятия не имею. Я не знаю. Вы знаете, я в свое время показал, что один человек может очень многое. И тогда хватило бы еще там, ну, там, я не знаю, хватило бы на самом деле усилий десятка человек. Я не говорю даже сотни или тысячи, хотя могли бы там десятки тысяч в этом поучаствовать. Но в свое время я сделал так, что показал им, они могут оказаться в той же ситуации, в которой они, ну, в которой они помещают людей, да, размещая их личные данные. Они обосрались и обосрались всерьез. Они заказывали на телеканалах украинских заказушные сюжеты о себе. То есть, эта проблема у людей образовалась. Ну, эта жирная тварь тоже получила, да, получается, по своему рыбу. Вот. Там большие проблемы начались. Однако же, после этого они начинают писать. Анатолий, смотрите, он работает. А что, Анатолий вам это кто? Анатолий вам что? Фух, эй, там, волшебник, иди-ка сюда прилети еще раз, закрой. Вы посмотрите, какие у них начались проблемы. Амбудсмен, шмандудсмен. Амбудсмен тоже не сама по себе зашевелилась. Потому что амбудсмена нагнули европейские организации. Амбудсмен наша, это просто как бы, она сидит и молчит. Вы же видите, что происходит в стране, но амбудсмен помалкивает тряпочку. Вот. И мне потом пишут, она думает, меня это раздражает, честно скажу. Если один человек может что-то сделать, ну, я продемонстрировал, да, это можно сделать. И это может сделать один человек, если он пожелает, посчитает это, ну, делом своей чести, скажем так. А остальные все будут смотреть, наблюдать, как бы. Ну, наблюдайте дальше. Анатолий, допустим, вам бы сейчас ничего не угрожало в Украине, была бы адекватная власть. Пожив в странах Европы, ощутив этот контраст, хотели бы вы вернуться в родную страну и дальше там жить. Ностальгируете ли по Украине? Если бы ничего мне не угрожало в Украине, я бы жил в Украине, я бы жил на своей родине. Это знают все, кто меня знает. И я никогда этого не скрывал, когда я находился. Вот знаете, люди просто оценивают по уровню своего собственного развития и мировосприятия. Когда я находился в Европе, там, 12-й год, 13-й год, я постоянно писал запросы. В 14-м году, после революции, последний мой запрос был в мае, когда я получил ответ от своего собственного судьи, который меня же и судил. Я всегда писал, потому что моя родина есть моя родина. И люди, которые считают, что можно променять родину за какие-то коврижки, за какие-то бутерброды, то это ущербные люди, дегенеративные, я считаю. Однако же, сейчас о возврате в Украину речи не может идти, потому что это просто смертельно опасно. И это и есть смерть, скажем так. Хотелось бы узнать, вас каким-то образом проплачивает Кремль или российская сторона? Были ли со стороны России предложения о сотрудничестве? Ну, если были предложения о сотрудничестве, я не знаю, что кто-то проплачивает. Если бы кто-то проплачивал, то я думаю, что давным-давно, вместо того, чтобы увозить пятилетние бояные каких-то там, то, что я кому-то стрелял в спину, да попал в пузо, вот, или там еще какой-то абсолютный маразм про то, что я наркоман, или еще что-то, они бы вот это вот возюкали, и уж они бы постарались. Однако же, никто и никогда не сможет меня обвинить в этих вещах, потому что я никогда ни на кого не работал. Все. Ну, со временем нахождения здесь. До этого, естественно, когда я находился, работал там на обозревателе, допустим, да, то, как у всех было какое-то начальство. У меня нет начальства уже очень давно, я работаю сам на себя, и если кто-то настолько тупо голов, что не может посчитать, сколько мне приносит даже мое хобби, да, не говоря о работе, то это проблема того, кто тупо голов. Все. Сталкивались ли вы в живой в Европе с уклоняющимися от повесток патриотами, и разговаривали ли вы с ними? Интересно, как они дальше видят свою жизнь? Я не сталкивался, мне эти люди не интересны абсолютно, и как бы патриотами именно. То есть те патриоты, которые там, засрав все по горло, свалили потом оттуда, это те герои Майдана, которые потом отвалили, поняв, что там уже нечего ловить, развалив страну. Мне эти люди не интересны. И поверьте мне, когда мне говорят, вот там, да ты там столкнешься, когда я столкнусь, они сделают вид, что они меня не узнали, и пойдут себе тышком-нышком куда-то там за уголок, потому что они смелые там, где закона нет, а там, где есть закон, они не такие смелые, поверьте мне на слово. Можете не верить. Скажите, плиз, к кому из украинских политиков вы относитесь с уважением? Никому из украинских политиков я с уважением не отношусь. Какими были бы сейчас ваши действия, будь вы на месте Владимира Путина? Я не нахожусь на месте Владимира Путина, мы сейчас можем долго рассуждать, какие бы мои были действия, все, что я скажу, будет использовано против меня, поэтому я считаю этот вопрос интересным очень, но я не буду на него отвечать. Каковы уже доходы от вашей деятельности? От какой именно? Не знаю. Я не понимаю, о чем речь. У меня доходы достаточно стабильные, и они не являются для кого секретом, имею в виду для служб проверяющих, скажем так. Любите ли вы футбол? За какую команду болею? Я очень люблю футбол, не буду говорить, за какую команду болею. Так. Очевидно, что такой титанический труд, особенно с разоблачением Герасченко и Васильевой, одному сделать крайне сложно. Сколько же действительно у вас помощников-информаторов, и на каких началах они вам помогают? Большинство помогает на абсолютно добровольных началах. Люди просто считают, я не знаю, считают возможным мне написать, сообщить то-то, то-то. Они знают просто, что я никогда не сдам этих людей, сообщить определенную информацию, передать определенные документы, передать видео. Эти люди рискуют многим, эти люди находятся в Украине, эти люди находятся на должностях или на должностях. Однако же, они уверены абсолютно во мне, потому что за многие годы, наверное, я все-таки сумел заработать от РНМ человека, который не сдает людей, которые с ним работают. И большинство на добровольных началах. Есть люди, которым, ну, им просто нужны деньги. Они, знаете, хоть они и чиновники, но у них зарплата не сильно большая, которые помогают за деньги. Скажем так, информацию предоставляется за деньги. Это тоже распространено, потому что это проще. Проще взять и купить что-либо. Вы счастливы в жизни? То, что вы делаете, это прекрасно, трудоемко и заслуживает уважения. Но все же хочется знать, принесло ли вам это счастье? То, что вы делаете. Я ничего вообще не делаю. Я просто отдыхаю, делаю то, что мне нравится. Я на самом деле не гонюсь там где-то там. И когда только я начинаю гнаться, вот Ольга знает, я сам себя сдерживаю и говорю, стоп, 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 никаких загонов. Это не должно превращаться в работу, еще там во что-то. Это просто то, что мне нравится делать. И все. Да, я абсолютно счастлив. И я знаю, чего мне не хватает для полного счастья. Ну, хотя сейчас можно сказать, что я абсолютно счастлив. Я живу там, где мне нравится. Я живу так, как я хочу. Я говорю то, что я думаю. Ну, и все. Все? Я живу с теми людьми, с которыми мне хочется, да. И зарабатываю столько, что могу себе там позволить жить тоже, как хочу. Ну, это классно, это круто. Это круто. И то, что тебя каждый день, грубо говоря, не нагибает начальство твое, не говорит, что ты должен делать, это очень круто. Это реально классно. Есть ли у вас статистика посещения канала YouTube, исходя из географической привязанности? Ну, конечно, на каждом канале YouTube есть такая статистика, однозначно. И вы хотите ее услышать, я вам ее не скажу, потому что просто не хочу, да и все. Я сейчас скажу и обижу кого-то, к примеру. Но мне нравится, когда приходят умники и говорят, да, тебя там с Украины не смотрят. Ну, ребят, я уже публиковал пару раз, да, для затравки, чтобы посмотрели, сколько смотрят с Украины. Ревную к вам жену, что делать? А-а-а, я сначала даже не понял. Не знаю, что делать. Ничего страшного, она никуда не денется от вас. Это нормально. Так, сейчас могу найти. Ты засчитываешь те, которые больше всего набрали, да? Ну, да, или те, которые, знаешь, уже избиты и неинтересны. Ну, извините. Поступали ли вам угрозы от тех, кого вы разоблачили? Да мне постоянно угрозы поступают, и что? Да я плевал на угрозы, плевал. Просто вопросы не то, что мне интересно, а есть вопросы, которые раздавались, поэтому нет смысла снова мне их озвучивать. Как борешься со звездной болезнью? Ведь ты знаменит, популярен, актуален. Было ли искушение воспользоваться популярностью хоть раз в своих личных целях? А в каких личных целях я могу воспользоваться популярностью? У меня нет никакой звездной болезни, потому что это такой маразм, честно говоря. Знаете, у меня эта болезнь начиналась в Киеве, когда я что-то там, где-то или арестовали, когда на даче Ющенко или что-то такое, я вот там начал думать, вау, там, как только ты начинаешь думать, что ты там уже такой супер-купер популярный, можешь считать, что ты уже все, как бы можешь ставить крест на этом самом... популярность достаточно большая, я это понимаю на таксистах. Я уже рассказывал, по-моему, да, когда в Европе садишься в каком-то маленьком городе в такси, или не маленьком, и тебе таксист поворачивается и говорит, ну что, Анатолий, куда едем? Оказывается, что это не русский, даже не украинский, а вообще молдаванин, к примеру. Вот, да, не скажу, что это, как бы, ну это, не понтуясь, это иногда очень сильно напрягает, потому что не так давно зашел там в забегаловку одну из соседнего стола, тоже люди поздоровались, и тогда уже натягиваешь кепку, вот такие очки, как бы, ну такое. Не потому что, а просто, когда незнакомый человек тебе подходит, это, конечно, классно, когда тебе говорят, вау, Анатолий, это супер, но просто, это незнакомый человек, ты не знаешь, о чем с ним говорить, дружище, если ты помнишь меня, когда ты встал с соседнего стола и сказал, здравствуйте, а я сказал, добрый день, и развернулся спиной, это не потому что я плохо к тебе отношусь, просто я же тебе не знаю. За кого бы вы проголосовали на внеочередных президентских выборах? Где? Ну, в Украине, наверное. Не знаю, абсолютно. Я не вижу никого там. Доброе время суток. Интересует, каким видом спорта вы увлекаетесь? Быть может, есть какая-то любимая команда, или может, их несколько, большое спасибо. Никаким видом спорта я вообще не увлекаюсь, мне лень увлекаться каким-либо видом спорта. Лень даже увлекаться. Лень даже увлекаться. Не планируете ли делать репортажи о Приднестровье? Нет. Ну, в принципе, я не знаю, что там как бы будет, когда, но для меня это абсолютно неизвестная тема, я уже отвечал, и я порылся в этой теме, так же, как и для себя, я открыл тему, допустим, Югославии, и был просто поражен этим кошмаром, когда обстреливали европейское государство, просто, и все сделали вещь, что так и должно быть. Вот. Но пока не планирую. Ваше отношение к атеизму, атеистам, науке и так далее? Я не знаю более верующих людей, чем атеисты. Потому что для того, чтобы поверить в то, что ты самообразовался из рыбки, которая вылезла на берег, потом полезла на это самое, то есть теорию эволюции принять, это надо быть, ну, реально очень верующим. Ну, для того, чтобы верить в то, что Бога нет, это, ну, я не знаю. Я отношусь к ним, ну, как, ну, это их личное дело, но это самые верующие люди, которых я только видел. Я верю в Бога. Чем занимаешься в свободное время? Любишь пиво? Какое? Я не пью, не пью и не курю, и у меня какое... В свободное время я занимаюсь тем, что вы потом видите на моем канале YouTube. Читали ли вы независимый экспертный доклад Немцова «Путин. Война». Каково ваше мнение по нему? Ну, чисто поржать. Ты так быстро отвечаешь, что я не успеваю находиться следующий вопрос. Это блиц ответа. На что вы живете? На деньги. Вот всех вас интересуют, конечно. На деньги живу. Кто следующий президент Украины? Без понятия. Может быть Ярош какой-нибудь. Почему нет? Я думаю... Гулять-то гулять. Саакашвили. Может Саакашвили? Отлично. Отлично. Вот прекрасно. Грузию поднял с колен, теперь Украину поднимет. Вам не кажется, что большинство украинских интернет-СМИ управляется из одного офиса? Сомневаюсь, что они мониторят сайты друг друга в поисках какого-нибудь события в Украине, в республиках или в России. То, что они темники получают одинаковые. То, что им одинаковые темы рассылают, это факт. Причем Министерством информации. Причем уже, да, спускают откуда-то сверху, потому что однозначно видно... Одинаковые. Да, новости выходят, и вроде как из разных мест, да. Но, если сегодня у нас дана тема, допустим, что вот европейцы... Европейцев обманула российская пропаганда. Значит, они несколько интервью на разных каналах... Это же где-то было, помнишь, вот этим вот войскам рассылали, что сегодня тема, нужно раскручивать, что Путин там... Да пусть раскручивают, но это стадные существа. Они не могут по-другому. Им нужен указ, приказ, и вот они вот действуют, и они прекрасно возвращают то, что называлось совком. Они уже это вернули, великолепно в этом существуют. Они друг друга будут скоро награждать, целовать в деснах. Они уже это делают, ну... Обращались ли российские либеральные СМИ когда-либо к Анатолию за мнением интервью? Если да, то по какому поводу? Первый раз, только первый и последний раз, когда один клоун обещал подать на меня в суд, и они позвонили, я их и Москвы позвонил, и я им рассказал, что я о нем думаю. Они вырезали все маты и пустили... По-моему, они вообще без моей прямой речи пустили это. Просто процитировали меня, ну, убрав все определения касательно этого дебила. А СНОП это либеральная СМИ? Ну, мне предлагали... Нет, не СНОП, а СЛОН, да? Да. Мне предлагали писать для некоторых изданий, либеральных и весьма раскрученных, и все такое. У меня просто нету времени. Не потому что такое там... Ну, несколько раз предлагали, предлагали настойчиво, и спасибо ребятам за эти предложения, но просто у меня нет времени. У меня нет времени, к сожалению. Что будет с Россией, когда Путина не станет? Без понятия, мне страшно это представить, на самом деле. Вот, честно, мне страшно это представить, потому что не так давно, если быть точнее, то третьего дня, я вспоминал как раз таки... Вспоминал времена, когда в России был Ельцин. И это... То есть я просматривал документальную хронику, я там кое-какие передачи просматривал. Это ужас просто был. Это был ужас. Да. Так. Расскажите личное мнение о плюсах и минусах интеграции в Европу и таможенный союз. Где лучшая перспектива? Это будет субъективное мнение. Мое субъективное мнение, я европейский человек однозначно, и я однозначно вижу колоссальные плюсы Европы. Однозначно я придерживаюсь западной модели, западной модели, однако же чистой. Вы знаете, чистой без тех вещей, которые я обязательно, обязательно вспоминаю. То есть там двойные стандарты в отношении к тому или иному событию, то есть такое. Однако же то, что я вижу в Европе, это я вижу до нынешних пор. Я видел объективный суд, я видел полицию, которая тебя не будет докапывать, если ты ничего не сделал. Я видел абсолютно... Ну вот смотрите, я могу привести пример. Мы заходим, допустим, в кафе, расплачиваемся, и 7 евро счет. А у нас только карта. И люди говорят, нет, у нас с карты от 10 евро. Я говорю, ну давайте я что закажу? А они говорят, нет, давай завтра занесешь. Представьте себе такое в Украине. Я не представляю. Ну и в России, наверное, тоже. Ну может быть, мне скажут, да нет, ты не прав. Но здесь вы поймите, люди нас не знали абсолютно в кафе. Да, на следующий... И это было не один раз. Конечно, это было не один раз. И это было в разных местах, как в Европе. Ну, это совсем другая ментальность. Однако же, то, что эту ментальность смогут принять люди, которые сейчас кого-то избивают, люстрируют, бросают мусорные баки, призывают кого-то убивать, я никогда не... Ну я не поверю никогда в жизни, что они примут эту ментальность. Европа – это жизнь по закону, по правилам. Люди привыкли жить без правил. За эти полтора года однозначно привыкли жить без правил. Какие видеоматериалы, снятые в Донецке, вам были бы интересны и полезны для вашего видеоблога? Могу помочь, если что? Да, мне всё интересно. Мне абсолютно всё интересно. Я и говорю людям, которые и работают, и с которыми просто общаюсь, которые живут на этих территориях, я говорю, мне интересно абсолютно всё. Абсолютно всё. Главное, чтобы это не была какая-то постановка. Так. Чем, по-вашему, отличаются русские от украинцев? Не кажется ли вам, что это один и тот же народ, искусственно разделённый? Нет, я думаю, что русские – это русские, а украинцы – это украинцы всё-таки. Однако же, конечно же, за столько столетий это всё очень переплелось, и у всех обязательно там, если уж не мама с папой русские или украинка, ну, имею в виду, то, значит, бабушка с дедушкой или ещё где-то что-то, или ещё, ну, то есть, это однозначно всё очень сильно переплетено. Тут нельзя говорить, что, смотрите, вот это вот норвежцы, а вот это вот, к примеру, там эстонцы, да, ну, то есть, это два разных народа. А с русскими и украинцами это немного всё по-другому. Однако же, всё-таки, это, я думаю, что всё-таки два разных народа, да. Почему так мало видео с Луганской и Луганской области? Там нет у меня людей, у меня там нет людей. Может быть, будут. Извините, пожалуйста, но у меня просто нет людей. Отвлеклась на долгий вопрос, но я не таки не поняла его. Анатолий, когда вы стали украинцей? 20 августа 1978 года. Так. Сейчас. А зачем вы забанили относительно хорошего человека в Твиттере за вполне справедливый вопрос о пленном с отрубленными пальцами? Потому что, когда я задаю вопрос, то есть, начинается мне, а ты не хочешь признать, что ты был неправ, когда сказал, что пленный с отрубленными пальцами это фейк, а я задаю вопрос, а ты можешь привести мои слова, когда бы я сказал, эй, друзья, это фейк. Ну, и люди начинают мычать. Если людям нравится мычать, они могут пойти на пастбище, то есть, попастись в банк, к примеру. Мне больше всего нравится, когда люди сами выдумывают что-то, а потом начинают это опровергать. Да, я сказал в свое время, что я не знаю, правда это или нет, это не утверждение, друзья мои. Однако же, то, что вы приводите в качестве утверждения, то, что потом этот человек рассказывает, ну да, мне отрубили пальцы. Ребята, слушайте, тогда давайте примем все, что СБУ вам рассказывает, или вон там, жители оккупированных территорий, да, освобожденные, которые рассказывают о том, что сепаратисты, там, еле, еле, там, я не знаю, ноги патриотов, скажем так, жареные. Ну, давайте это принимать. На слово вот это, да ладно, мне рассказывать, что ему говорить, да? Тоже мне, такое просто подтверждение, посмотрите, он же сказал вот так и так, ну, что теперь будем делать? Теперь пойдем в банк, если будем много умничать. И все. Я могу забанить до сотни человек, до тысячи вечером. Ну, то есть, это не потому, что я такой подорванный, просто мне не нравятся люди, которые начинают мне говорить, сегодня одна барышня вот по этой же теме ушла. Она говорит, ну, что там? А я говорю, ну, найди, ну, найди, как бы, найди мои слова. Это трудно, это тяжело, если это трудно и тяжело, то иди-ка ты в бан, дорогая. Все. Ваше отношение к Коломойскому, над батальоном Азов и так далее? И к руководству ДНР? Мое отношение абсолютно известно и к тем, и к другим, и к третьим. Почему вы не хотите обнародовать всю информацию, что вам сливают? Не понял вопроса. Ты поняла? Нет. Так, как ты относишься к деятельности Саши Сотника? Я не знаю, кто такой Саши Сотник, понятия не имею. Я слышу там Саши Сотник, какой-то вброс очередной, если идет с российской стороны, там какой-то по поводу того, какие россияне вообще плохие, то это значит какой-то Саша Сотник. Я понятия не имею, кто это. Если это то, чмо в очках такое, знаешь, маленькое, то понятия не имею, извините. Так, с каким больше отношением вам приходится сталкиваться, позитивным или негативным, когда узнают, что вы украинец? С стороны кого где? Ну, людей, наверное. В Европе что ли? Наверное, да. С негативным. Ну, я говорю прямо, да, последние месяцы я такого никогда раньше не видел. И сейчас я стараюсь клюв держать закрытым по поводу того, ты помнишь? Ну, то есть, дашь мне, ну, давай, дай мне соврать. Я, ты что, говоришь, ты врёшь? Нет. Негативное отношение. Ну, это такое выражение, типа, дай мне соврать или не дай мне соврать. Я просто тебе говорю, ты просто на меня так, с таким этим, вроде, я здесь сейчас должна что-то разоблачить. Нет, ну, негативное, мы уже не один раз говорили, что отношение негативное. Так. Есть пожелание всегда оставаться приверженцем журналистской этики, потому что вас любят именно за это. Каковы ваши отношения с друзьями, которые за то, чтобы давить Донбасс? О чём с ними говорите? И есть ли вообще друзья хорошие на той стороне, на стороне Атошника? О чём я с ними говорю? Я с ними решаю вопросы свои по делам. Я знаю людей, которые там мало, мало этих вещей, они совсем мерзкими вещами занимаются и, как бы, во всяком случае, их постят в своих соцсетях, но мы с ними общаемся и находим другие темы, но эти темы мы не разговариваем. какие три вопроса вы бы задали в данный момент самому себе и как бы на них ответили? Не знаю, это надо долго думать, я не могу, я сейчас не могу. Какой бы я себе задал вопрос? Я бы задал вопрос, а я не думаю, какой вопрос? Дело в том, что я настолько, по-моему, настолько открытый человек, я, по-моему, настолько не скрываю вообще своих каких-то взглядов, всего, по-моему, поэтому в половине видео ты говоришь, не скажу, я не буду отвечать на этот вопрос. Какой? Да много уже, но за полчаса было. Я не запомнила. Ну, давай, все, я тебя прихватил за язык. Давай, какой? У меня очень много вопросов было. Какой? Да там и про заработки, ну, про заработки я согласна, но были некоторые вопросы, какие машины у вас? Я не буду отвечать. Какие у вас машины? И машины тоже. Я не хочу, не буду, не знаю. Я на этот вопрос отвечать не буду. Два Porsche, Maserati и Bentley. Ну вот, и что с того? Что-то изменилось в вашем мироощущении? Так. Какая страна Европы вам нравится больше остальных, кроме Украины? Украина. А Украина страна Европы? Не, мне много нравится. страна, я не могу говорить вот та страна мне нравится. Нет, самая лучшая страна Европы это Украина. И не стоит спорить, человек сам уже дал ответ на вопрос. Все, дальше идем. Это значит, значит, так и есть. Не было ли страшно после убийства Бузины? Паскручай. Не было ли страшно после... Серьезный вопрос. Не было ли страшно после убийства Бузины, что какие-нибудь... Не хочу его задавать. Так. Слушайте, ребята, не было. Больше того, ну, это же открытая была тема, да, на Твиттере, когда чмо пришло, и начал мне рассказывать, ты следующий, а я ему дал адрес. На, вот тебе адрес, я там буду три дня. Нет, ты приедь ко мне, его мамка, видно, жопу вытирает за кем-то. Приедь ты ко мне туда-то. Я говорю, ты что, больной, что ли? Вот тебе адрес, давай, вперед, приезжай, давай, прихромай туда, адрес, на тебе. Ну и что, я за три дня не увидел никакого киллера, потому что они все ссыкуны, трусы поганые, вонючие, поганые трусы, подонки, мрази, которые могут только со спины стрельнуть. Да, я их в рот трахал, уроды. Нетолерантно, да, ответил, ублюдкам, вонючим. Вот Анатолий... Ты смелый, я тебе говорю, просто капец. Постоянно читает, да я там, он сегодня такого одного опустил. Он писал, 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 жопой повернутый, фотографии не было, потом пацаны нашли его фотографию в инстаграме. Старый мужик, лысый, толстый, куда ты лезешь вообще? Что ты, кому ты угрожаешь, придурок? Сиди на пособии на своем в Германии, в заштатном городке и радуйся тому, что тебе пинок под жопу не дают. Чего ты лезешь? На кого ты прыгаешь? Да, дальше. Давно заметил, что почти каждый новый ролик вы уходите с новой футболкой. Из этого следует вопрос, когда в гардеробе станет пусто, вы прекратите делать ролики? А что в гардеробе должно стать пусто? Как вы считаете, кто будет новым премьером Украины и так скоро? Вот Саакашвили может быть. Саакашвили подойдет на любую роль, он может стать президентом, премьером, ее вот так люблять. Очень, очень хорошая реалити-звезда. Да, да, он знает, причем, что нужно украинцам. На велосипеде поездил, он европеец, на роликах покатается, шоу строить, похричать там что-то на кого-то, все такое, люди должны жить хорошо. Они одупляться начнут, понимать вообще, что происходит, я думаю, через полгодика, когда поймут, что ничего не меняется, но шоу, он прекрасно понял, что нужно украинцам, отлично понял. И все, и он им дает то, что им нужно. Все главные друзья Украины федеральное государство. Почему эти друзья поддерживают единую Украину? Федеральное государство тоже единое, но это действительно непонятно, почему. это интересный вопрос на самом деле, потому что... Мы обсуждали это не один раз. Да, это просто очень интересно. Так, на федерализацию заставить думать всех людей, что федерализация так плохо. Это просто преступно плохо, при этом Германия, штат, это просто классно, согласен. Так, контактируете ли вы с европейскими СМИ, есть ли у вас возможность донести до европейцев правду о ситуации в Украине? У меня есть контакты с европейскими СМИ, более того, мне предложили выступить... Что это? Гарвард? А, что-то какой-то, университет. предлагают выступать там даже в университетах перед публикой и все такое и прочее. Однако же, ну, тут следует понимать, когда мне говорят, есть ли у вас возможность донести правду? Вот я не хочу, знаете, вот это вот такой именно Прометей, который там львется донести правду. У меня нет такой задачи. У меня нет задачи, я занимаюсь тем, чем мне нравится. Я не пробиваю никакие стены, когда говорят, вот ваша борьба, ребята, я не борец. Я не борец, я просто делаю то, что мне нравится и все, и кайфую от того, что я делаю. С сегодняшнего дня вы президент Украины. Ваши действия? Расстрелять. И с этих пор дорога в президенты для тебя. Закрыто с этого момента. Мы можем вырезать. Мы можем вырезать. Монтаж. Так. Опять деньги. Да что же вам эти деньги покоя не дают? Что такое? Роль у кого-то забираем. Не, ну хорошо, вот если я скажу, блин, ну, я бедный человек. Вам приятнее станет? Почему Донбасс стал для вас родным? Потому что я всегда плохо отношусь к ситуации, когда убивают мирных людей и все на это смотрят и говорят, классно, классно, добавь еще. Такие люди для меня становятся в любом случае родные. Даже если потом они обернутся против же меня. Мне плевать. На данном этапе временного ощущения я буду с этими людьми в любом случае. Думаете ли вы заводить детей? Пропускаем вопрос. Да. Так, на каких книгах ты вырос? На разных. Я прочитал, не побоюсь этого слова, тысячи, наверное, книг. Тысячи книг, когда говорят, да это невозможно, это возможно, ребята. Я прочел очень много книг, я поглощал их просто неимоверными количествами, начиная с 7 где-то лет. Хотелось бы просто поблагодарить вас и Ольгу Бондаренко за ваше творчество. Спасибо. Спасибо вам. И спасибо. Так, дальше. Ваше отношение к преподаванию в вуз, школах и так далее, предметов подобных, как теология, уроки патриотизма и подобной дисциплины? Уроки патриотизма. Ты или, ну, ты можешь быть патриотом или можешь не быть патриотом, а замена, подмена понятий, когда говорят, что одеть вышиванку или прилепить себе на задницу флажок, это значит быть патриотом, или раскрасить себе там лоб желто-синим, или свою дверь в квартире, это что, патриотом ты станешь? Это абсолютный маразм. Для таких уже отсталок умственно, мне кажется, что дальше некуда. Но по количеству тех, кто считает, что это на самом деле патриотизм, я могу сделать себе как раз таки вывод о количестве умственных отсталок. Патриотизм это ребята выйти и свою улицу в порядок привести. Патриотизм это дом свой в нормальном содержать. Патриотизм это помочь рядом, рядом идущему, который упал. Патриотизм это любить свою страну не на словах, а молча, пойти, не оборачиваясь в тряпку пойти и что-то сделать для этой страны. Тряпку? Да, тряпку. Ну а что? Ну давай называть вещи своими именами. Это пойти и сделать что-то для своей страны. Вот что значит патриотизм. Если бы тот же самый Александр Довженко ходил и везде рассказывал я патриот, я патриот, я патриот, флагом махал, я не знаю, там вышиванку постоянно эту тулил бы, ну, то это ничего бы не принесло правильно в этот мир. Вот. И если бы Амосов ходил и говорил я патриот, я вообще не слышал, что Бомосов говорил я там патриот или еще что-то. Он просто делал что-то для этой страны и много чего сделал, а потом страна ему отплатила, да, тоже помню. представьте, что те люди, которые стояли на Майдане в 2014-м внезапно увидели свое будущее сейчас. Ну и что, им нравится? Я тоже так думаю. Им нравится. Они в восторге, им кажется, что это классно. свободны. Они свободны, да. То раньше они сидели в клетке, на всех были уголовные дела, и они слова не могли сказать, просто за ними постоянно следила СБУ. А сейчас они свободны. Да, да. Кстати, смотрела сегодня понятия не имеют люди о свободе. Вообще понятия не имеют. И, по-моему, Дурнев был в Чернигове. Угу. И пришла какая-то молодежь и типа он не поддерживал Майдан. Преступление он не поддерживал Майдан. Он в своем фейсбуке пишет, что он не поддерживает Майдан. Стоит группа бронелобых абсолютно и он не поддерживал Майдан. Это преступление. Какая статья уголовного кодекса. Тупые настолько, что просто. Видите ли вы в нынешних аэстах имущество? Самое интересное. Задаешь вопрос. Да мы тебя там... А я спрошу. А за что? И все. Это как бы упирается. А ты... Ты там... Ты там за Москву. Я говорю. А, покажи где. Да ты за... За разделение Украины. Я говорю. А, покажешь где? Ты поддерживаешь... Они же написали. Помнишь, вчера, по-моему. Аннексию Крыма, говорит. Он поддержал. Я говорю. Я поддержал аннексию Крыма. Ну, покажи где. Ну, это просто люди, они... Это бычье. Это бычье. И с ними, ну, когда говорят, ты там оскорбляешь людей. Это не люди, это бычье. Факт. Вот, кстати, интересный вопрос. А что таки случилось с тем чуваком, которого якобы казнили кастрюлей? Говорят, жив-здоров. Это где такое говорили? Это говорили... Это говорили... Да, я помню эту ситуацию, конечно же. Они, что интересно сделали. Они привели в качестве доказательства годичной давности эфир на сепаратистском канале, где какая-то женщина говорит, что это мой сын, и мы с ним созваниваемся. После этого его не видел никто. Никто и никогда. Если мы вобьем этого человека фамилию, имя, отчество в поисковик, мы обнаружим, что человек числится пропавшим без вести. С того времени его не видел никто. Никто. Ни одного доказательства тому, что он жив, нет. Никто из тех, кто болтает языком о том, что он жив, никогда его не показывал в живых. Поэтому. Поэтому пусть они идут в жопу, те, кто говорят, что он жив. Или покажут его, или идут в жопу. Но вот такого рода вбросы для тупых как раз пойдут. Мне нравится то, что вам нечего мне предъявить. Мне очень это нравится. Вы или тягаете бояны пятилетние, или вы думаете какую-то абсолютную ахинею о том, что меня ищут за распространение порнографии, что я наркоман, еще что-то, алкоголик, игромант. Вы что угодно уже готовы вытаскивать. Это меня радует, потому что вы реально зацепиться за дело не можете. Вы придумываете какую-то ахинею, потому что вы тупицы, а я умный. И вы, те, кто понимают, что я обращаюсь к ним, сейчас сидите и обтекаете. Сейчас идет информационная война. Своё навязывают как украинские, так и российские СМИ. Кому больше верить? Анализировать самому, кто прав, а кто нет, можно сойти с ума. Анатолий, ваш блог еще могут смотреть люди с ограничением слуха. Можно ли выпускать видео с субтитрами? Субтитры. Дело в том, что там есть английские субтитры, да? А вот по поводу... Ну да, это сложно. Но я не знаю, автоматически она, наверное, там ахинею пишет, если нажать просто на это. К сожалению, я не знаю пока, что сказать. К сожалению, пока не знаю. Но в любом случае может же кого-то попросить правильно из тех, кто слышит. По поводу того, кому верить? Да никому не верьте, Тюм. Я не знаю. Посмотрите тех и тех. Ну а что? Ну а что? Я всегда одно и то же говорю. Смотрите тех и тех. Сами делайте выводы. Не верьте никому абсолютно, да? Мне... Ну это тяжело, так самому делайте выводы. Мне можно. Все равно есть информация, которая как бы иногда подается с двух сторон абсолютно по-разному. Непонятно, где есть золотая середина. Были ли из ваших видео выпусков те, которые вам показались более неудачными, неэффективными или просто слишком грубыми и бестактными? Если да, то сможете привести примеры. Конечно же, не буду приводить примеры. Но, естественно, я знаю... Я открытый человек. Ну, естественно, я знаю такие... такие блоги. Да, конечно. Конечно. Дело в том, что видеоблоги... Вот я могу сказать. Если мне хочется что-то там сказать... Это мой видеоблог. Мой видеоблог. Это не СМИ. Это не какая-то там... Вот я никому ничего не обещал. Когда приходят люди, они сразу же отправляются в бан, конечно, по старой доброй традиции. И начинают. Слышишь? А где там это самое фейки? Двесели нас. Вы что, охренели? Или что? Уже кто-то что-то обещал? Это мой видеоблог, который открыт. После 2 мая 2014 года. После событий в Одессе. Я его открыл. И я там говорю свои мысли. Лично свои. Кому интересно, тот смотрит. Кому не интересно, идет мимо. Есть множество всевозможных блогов, где там рассказывают вам всякие там умные вещи, как бы и все. Но... И все. Есть ли фейки у российских СМИ? Конечно. Следующий вопрос. Конечно, есть. Мне вот это понравился просто вопрос. Чем вы зарабатываете на жизнь и за какие деньги вы покупаете видеоролики? У кого? Что? Не понял. Какие видеоролики? Не знаю. Свои же. Боже. Боже. У меня Шарий продает. Мне их он просто так дает. Честно. Я говорю, Шарий, слышишь, дай мне пару видеороликов. Он мне говорит... Есть настоящий Шекспир? Да. Да, этот парень. Но я вам скажу, как он выглядит. Он в очках беленький такой весь, такой белесый, знаете. У него плоскостопие. И вот он все их делает на самом деле. Отправляет мне, а я их уже переделываю на свой, потому что я типа такой мачо дель пачо. Ахаха. Посмеяться. Вот. Есть альтер-эго. Конечно. Конечно. А еще есть, вы же слышали, наверное, по-любому, что есть 40 человек, которые работают. Есть звукооператоры, сценаристы. Шарий просто читает по бумажке. Вы же тоже, наверное, это слышали, правильно? Причем, что они так быстро работают, что стоит чему-то произойти, иногда бывает, через 2 минуты они уже сработали. И Шарий уже выдал видеоблог. Ну, Кремль, ебать. Так. Верите ли вы в теорию о мировом правительстве, комитете 300? Конечно. Конечно. Следующий вопрос. Не, серьезно. Мировое правительство существует. на самом деле существует. То есть, кроме шуток. Можно ли у вас стажироваться? Что для этого нужно и как это возможно? Стажируйтесь, пожалуйста. Я не работаю в команде, я не работаю с... Хочешь? Работай. Я не работаю в команде. Ты мне это? Ну да, просто так посмотрела. Я сам по себе. Молодец. Так. Как вы оцениваете личность Захарченко? Я не задумывался над этим вопросом и сейчас, если я начну сходу там выдумывать, придумывать, то это будет нехорошо. Скажите, пожалуйста, в каком уголке нашей планеты вам хотелось бы побывать или посетить еще раз? Может быть, в Камбодже, но только там опасно очень. Ну, там, где я хотел бы, там достаточно опасно. Ну, вроде бы все, если честно. Вот и все. Что я хотел бы подчеркнуть, я не помню, говорили мы в прошлый раз или не говорили. Доброй половине того, что я делал, я обязан однозначно Ольге. Я посмотрела так. Нет, не в этом дело. На самом деле, это не выдумки. Ольга великолепный аналитик, она может перелопатить колоссальное количество информации и найти что-либо интересное, какие-нибудь неостыковки. То есть, она, это может, она может сесть и втыкнуть на 4 часа именно в информацию, а потом выдать на гараж что-нибудь просто уникальное. Это то, что я должен был сказать однозначно, потому что без этого это было бы нечестно. Вот так вот, ребята. И никаких 40 человек нет, нету даже 3 человек. Есть я и моя коллега и люди, которые работают на сайте, люди, которые работают в горячих точках. Все это за мои личные средства. Абсолютно честно заработанные, абсолютно прозрачные. Вот так. Ну и последний, наверное, вопрос не заданный, потому что я его постоянно читаю, да, там по поводу все-таки этих средств. Ну да. По поводу средств, которые я сказал, что мне нужны. Я на самом деле не могу оглашать, зачем они мне нужны, почему, ну и я не могу даже объяснить, почему, потому что если я начну объяснять, то станет понятно. Я не могу этого сказать, потому что тогда это будет абсолютно бессмысленно. Меня спрашивали, получилось ли у вас, ну скажу, что на 60% да, у меня получилось. Но просто не из-за того, что там, да, я повторяю, потому что просто суммы были колоссальные. Вот и все. Вот и все. на этой, я бы хотел думать все-таки мажорной, больше, а не минорной ноте. Я вам скажу, что в любом случае у человека, который с чистым сердцем что-либо хочет сделать, все получится. У человека, который начинает что-то делать с таким, знаете, вроде бы, как он говорит одно, делает другое, вряд ли что-то получится. Или получится, а потом окажется, что это все было на минус. вот, я стараюсь сделать все с чистым сердцем и для того-то я и открыт, потому я открыт, понимаете, что не строя из себя ангела и не не пытаясь там что-то там спрятать от кого-то, да, я открыт, потому что только открытому человеку нечего предъявить. Вот и все. Все на виду, все известно, я ничего не скрываю. Неоднократно я приглашал абсолютно упоротых, абсолютно сумасшедших идиотских людей выйти со мной на скайп и задать мне все свои вопросы, которые у них накопились. В итоге ничего не получалось, да, хотя со своей стороны я был готов. Давайте, выйдите и задайте наконец-то мне все свои вопросы, расставьте все точки над и если вы хотите сказать, что я работаю там на кого-то, на какие-то темные силы, ну хорошо, приведите какие-либо доказательства или хотя бы аргументацию какую-то. Но все это, конечно же, впустую и все это пустое, потому что люди любят просто болтать языками и не могут подтвердить свои слова ничем. в отличие от меня, который старается свои слова подтвердить. Сейчас я проверю. Был ли взрыв, о котором я уже говорил, если его не было, я напишу. Извините, я получил недостоверную информацию, хотя получил ее из трех источников, потому что я стараюсь быть честным, ребят. И вот так. И надо извиниться за то, что мы очень долго отвечали на эти вопросы. Извините, пожалуйста, но просто происходили некоторые вещи, о которых тоже, кстати, я скоро скажу. Происходили некоторые ситуации, которые меня на самом деле выбили из колеи, но когда я думаю, что там неделька, чтобы завершить кое-что, я расскажу, что на самом деле произошло. И вы поймете, возможно, что мне было, что я был на большом нерве из-за этих ситуаций. Вот так вот. За всем прощаюсь. Пока.